В начале 20 века в Спокене, штат Вашингтон, Джон Лейк, имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Этот сверхъестественно». Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Карри Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Карри занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное – умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. Его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклятся перед Богом, Господь, и я буду Твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени. Затем опять происходит нечто ужасное. Вот третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца – она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить. И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посвящение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе. И встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним. Потому что в свое время он не просто молился за больных, и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Спокене, штат Вашингтон. Но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Кэрри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения. Но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе? В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархемом. Тогда-то я и повстречал в Доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения божественное исцеление. У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать. И в итоге процент исцелений вырос с 35 до 100 процентов. Причем все случаи могли быть документально подтверждены. Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был стопроцентный успех? Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали. Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти не востребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня? В последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет, у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса. Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты? Я скажу два основных секрета. Один – это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали, я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни. И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг – это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно, вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его Слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы Он вам не встретился. Слушайте, это так просто, Карри. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя чрезвычайно активно в подобных случаях. Это так. Другой важный компонент метода – это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом, это их вина, что они не исцелились. Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был Его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных. Давайте рассмотрим случай служения в полевых условиях, а не только в церковных залах. Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов. Расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что... О, да-да. Мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церкви. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуется дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Дилларс. Это универмаги в Соединенных Штатах. Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и скорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там три часа, я бы оставался. Но все произошло в течение пяти минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански. И это прямо в универмаге? Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился. Я думаю, что слова кари, это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус. И даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиция». Это нечто расплывчатое. Давайте избавимся от таких традиций и будем жить реальностью. Повернемся к нашему разговору с Карли. С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и Карри Блейк. Напоминаю, Карри оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокене, штат Вашингтон. Спокена стала знаменита как самый старый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Карри прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей, снова те же результаты служения. Скажите нам, Карри Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен, но только кое-кто и иногда. Как же так? Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе, если только прикоснусь к краю его одежды. На самом деле ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно. Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен где угодно и когда угодно. Вы правда в это верите? Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день. Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей. Да, да, конечно. Расскажите мне о других причинах тому, почему мы не видим впечатляющих результатов в нашей церкви. Причина – это священные коровы. Они будут держать себя на молочной диете, потому что ты не поешь мясо, пока их не убьешь. Мы убиваем священных коров, и когда мы убьем их всех, тогда люди начнут чувствовать себя хорошо. И они научатся исцелять больных. Важно не только, чтобы люди почувствовали себя хорошо, но чтобы они обучились исцелять больных. Но здесь я бы особенно остановился на существовании двух доктрин. Одна из них состоит в том, что мы используем в процессе обучения римско-греческую и еврейскую методики. Римско-греческий метод обучения гласит – собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных. Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их. И, конечно, есть еврейский метод, или то, как поступал с учениками Ишуа, то есть на еврейке Иисус. Он говорил – следуйте за мной, смотрите, что делаю я, и делайте то же самое. Совершенно верно. Мы так и поступаем на наших курсах. Когда проводим семинары, мы учим людей, берем их с собой и выходим. Прежде чем вы мне об этом расскажете, знаете, что действительно меня огорчает? Это то, что религия стала превращаться в зрелищный вид спорта, побеждает тот, у кого самая лучшая проповедь, или самая лучшая музыка, или кто наиболее чувствительный к запросам неверующей публики. В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы, но ведь на самом деле мы все солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в Первой Церкви и в последующие периоды истории христианства, самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись. Так оно и было. В конечном счете, исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательство нашей курсы. Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите? Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее, можно мы за вас помолимся? Она сказала, конечно. Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали, вам ничего не надо делать, у нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте. Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая, нету боли, вся боль ушла. Стали собираться соседи. Она сказала, а что с моей ногой? Мы спросили, а что с ногой? Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала, я не знаю, и стала ее двигать. Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Вы просто обязаны сделать это. Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите, да, Господь, я принимаю дар, который у тебя есть для меня. Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя. Я благословляю твое святое имя. Ты есть святый Божий. И во имя Иисуса, ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю, это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваше. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен от боли в спине. Будь исцелен от боли в шее. Прямо сейчас, прямо там, где ты сидишь. Те, кто слышат нас сейчас, но не могут видеть, я приказываю их глазам открыться во имя Иисуса. Ты будешь видеть глазами Бога во имя Иисуса. Уши откройтесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем полное исцеление. И во имя Иисуса Христа мы не принимаем ничего, кроме этого. Поэтому просто поверь этому. Прими это. Оно твое. Слово вышло в мир. Оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь. Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье. Я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни. А у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа. Это правда. А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете плакать. Почему вы плачете? Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма. Я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ. Но когда Дух Божий начинает действовать через меня, я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями. Просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то... Скажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете плакать. Что вы делаете дальше? Однажды это был человек из нашего родного города Далласа. Техаса? Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека. У него было что-то с ногами. Не то, чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал... Я сказал им, привет, меня зовут Кари Блейк, может быть вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас. Обычно в девяти случаях из десяти люди соглашаются, они говорят, давайте молитесь. И все всегда исцеляются? Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно. Позвольте задать вам вопрос. Не ощущают ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапези? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родные не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе. Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются, как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Уолмарт. Что вы имеете в виду под словом «знание»? Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления. Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание». Хорошо, это было как раз в Уолмарте. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас. Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. Вам необходимо иметь больше этого. И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей благословения. Но она заплакала и сказала, мы только что расстались с мужем, и он подал на развод. А я сказал, правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо. Я спросил, это ваша дочь? Она сказала, да, ее зовут Вера. Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, вам надо больше этого, Бог тем самым говорил, тебе надо больше Веры. Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь. Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не исцеляет. Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились. Тогда зачем это? Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы. Если я правильно понял, Джон Лейк, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил? Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится. Наверное, многие не возвращаются. Нет, не многие. Большинство возвращалось, потому что, когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает. Ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алленом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, ты получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в 500 долларов тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти 500 долларов. Уже в следующем месяце мы вводим это. Мне нравится ваша активность, иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление. В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастор приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе. Результат такой же. Он сказал, я просто использую ваш метод. Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами. Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви. Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Этот дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться, и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божьей на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зенится око Божьего. У вас есть назначение в жизни. Прямо сейчас происходит переживание Божьей любви. У кого-то только что исцелилась шея. Это происходит прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин – С fly. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин